В этом году конкурс в Ямальский парламент побил все рекорды, а 8 человек на место. Политологи утверждают, это малые партии разминаются перед битвой за кресла в Госдуме. Им важен не избиратель, а власть в принципе. Статус законодательного собрания показывает, дает возможность партиям, партиям не парламентским, участвовать на более высоком уровне в следующих выборах в Государственную Думу. Поэтому за них, за эти места они будут бороться. При этом они почему-то все время игнорировали муниципальные выборы. Они сформировались как определенная оппозиционная элита. И в рамках этой элиты они интересуются только очень сладкими кусками. Зря напрягаются. Ямалец уже точно знает, за кого будет голосовать. Селянин за ответственных, горожанин за энергичных, тундровик за мудрых. Депутат в первую очередь должен быть ответственным, чтобы не забывал, что он работает для народа. Он наделен мудростью житейской в том числе. То есть это человек зрелый, имеющий какие-то достижения за плечами. Чтоб не молодой был, конечно, уже в возрасте, чтобы все вопросы наши решал. Внимательно нас прислушивался к тем вопросам, я и решал все. Горожане более взыскательны, но их требования отнюдь не завышены. Зря от в корень. Живет с Богом – не обманет. Да и гордыней не даст корни пустить. Сильно не гордиться тем, что он депутат. А то многие сейчас, ну не буду говорить кто, но очень многие депутаты, тем, что они депутаты, очень гордятся. А вот как бы это неправильная такая позиция. Это должен быть духовный человек. Если он чтит Бога, если он поклоняется Богу, служит, то он будет поступать, как написано в Слове Божьем. Вот если он будет исполнять волю Божию, то он будет заботиться и о простых людях. Оппозиция, которую согласно опросам ямальцы не сильно жалуют, не доверяет не только социсследованиям, но зачастую ставит под сомнение сам народный выбор. Однако никто из оппозиционеров до сих пор не решился слетать на досрочное голосование. Это сделали общественники, вынудив клеветников прикусить языки. Для того, чтобы потом, после подведения итогов, не было перипетий, выход на улицу, митинги, надо все-таки участвовать самим во всех процессах, для того, чтобы объективно обсуждать произошедшие события. Сегодня за Единую Россию отдать голоса готовы большинство избирателей. Пятипроцентный барьер, гарантирующий кресло в парламенте, остальные парламентские партии перешагнут. Но получить по два мандата вряд ли смогут. Избирательная кампания – это промежуток между выборами, а не месяц агитации. Единая Россия, лидер рейтинга, антирейтинги, то есть какой-то негатив избирателей в отношении избирательных объединений, нарастили партии непарламентской оппозиции. При этом партии парламентские остались на прежнем уровне. Это интересная ситуация. Она может свидетельствовать о том, что непарламентские партии начали какую-то активность в период предвыборной кампании, но не попали в струю и нарастили известность, но негативную, к сожалению. Ямальцы четко знают, каким должен быть депутат. Более того, готовы требовать исполнения наказов. Я считаю, что, конечно, вот такую буйную деятельность надо проводить не только в день голосования или в предвыборные, но и, наверное, вести работу активно в течение всех этих лет, когда люди, уже будучи избранными, они ведь иногда и забывают нас. Проблемы у людей насущные. Чистая вода, хорошие дороги, новая пекарня, работа, жилье и снабжение. Кризис не повод останавливать развитие региона. Так что в ближайшие пять лет депутатское кресло точно не будет мягким. Хотелось бы, чтобы избиратели сделали сознательный выбор, и чтобы в первую очередь депутатский корпус составили профессионалы. Люди, которые разбираются в законодательстве, люди, которые могут выступить единой командой и способны помочь губернатору сегодня в решении тех задач, которые стоят перед регионом. Ненцы говорят, в сплочении прочность, в разобщении гибель. Их пожелания точны, мудры, лаконичны и широки одновременно. Самое главное, чтобы у нас в стране мир был, а остальное все это сделается. Они за нас все равно не решают. Главное, чтобы единая Россия была и все. Неизбалованные цивилизацией тундровик точно знают, что значит Россия единая. На все времена. От Калининграда до Камчатки. И Ямал – один из главных регионов большой страны.